Где взять денег на карманные расходы? Таким вопросом хоть раз задавался, пожалуй, каждый школьник. Если просить у родителей на развлечения не хочется, лучшее решение – заработать самостоятельно. Ежегодно Центр занятости населения формирует летние трудовые отряды, в которые может записаться любой желающий, достигший 14 лет. В родниках мальчики и девочки вместе благоустраивают городской парк, подметают дорожки, сгребают ветки и листья. Ежегодно порядка 200 ребят включены в трудовую деятельность. В этом году у нас чуть меньше. Большинство задействованы в летнем отдыхе, в лагерях дневного пребывания, также в загородных оздоровительных лагерях. Поэтому порядка 150 человек у нас задействованы именно в трудовом отдыхе, в трудовом десантном. Особое внимание в период летних каникул уделяют ребятам из неполных и малообеспеченных семей. Им предлагают на выбор несколько вакансий. Можно пойти в зеленую бригаду, подработать курьером на почте или поухаживать за животными. Заработная плата в большинстве случаев скромная – около 3000 рублей. Но и условия труда щадящие – четырехчасовая смена и легкие физические нагрузки. Те, кто занимаются озеленением, работают только в хорошую погоду. Все мои друзья сюда ходили, рассказали, что тут легко заработать деньги, так скажем, и что тут труд, как сказать, легкий очень сильно. Я пришла, сейчас мне дали собирать мох, и это очень легко. Я пришел на эту работу, чтобы помочь природе, подружиться новыми друзьями. И, считай, помогать природе – это хорошо. Всего в регионе ежегодно трудоустраивают около 3000 несовершеннолетних. Для многих это первая в жизни работа, за которую они получают зарплату. В последнее время центру занятости удается привлечь все больше коммерческих компаний, которые готовы выделить несколько рабочих мест для школьников. Одна из родниковских фирм взяла на лето трех ребят. Радует то, что дети самостоятельно порой приходят на предприятия, в центре занятости, просят их трудоустроить, чтобы иметь на расходы кто-то целевые заработки делает, кто-то на велосипед, кто-то еще. Ярослав в этом году окончил школу. Планирует поступить в один из Ивановских вузов. Ничего сложного в том, чтобы поработать несколько часов в день, во время каникул не видит. К тому же такое трудовое лето для молодого человека не первое. Эта работа не очень тяжелая. В летние каникулы надо подзаработать денег. Вот в центре занятости я пришел, мне предложили здесь поработать. Почему нет? Это гораздо более оплачиваемая работа, чем зеленая бригада. Платят на производстве действительно куда больше, чем в трудовых отрядах. Зарплата в соответствии с законодательством не ниже минимальной, а это больше 11 тысяч рублей. Конечно, нанимать несовершеннолетнего работодателю не так выгодно. Ограничений по труду больше, деньги те же. Однако власть регулярно напоминает бизнесу о его социальном долге. Надо помогать ребятам делать первые шаги в трудовой деятельности. Во время летних каникул решила найти себе работу. Обратилась в центр занятости. Меня направили вот сюда, к Алексею Борисовичу. То есть я к нему пришла. Мне тут все объяснили. На первый же рабочий день мне выдали мое везерко. А на второй или на третий день мне уже выдали кепку и футболку. За подбором работы стоит обратиться в центр занятости. Ребятам лучше прийти с родителями, которые должны дать согласие на трудоустройство. И уже через месяц в кармане окажется первая зарплата. Осталось решить, на что потратить. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново, Родники.